здравствуйте дорогие друзья мои любимые подписчики и гости канала мы приехали на дачу муж вырубил вот здесь вот куст или дерево было в углу забора вот здесь вот неожиданно выросло таких размеров высоких что прям вот большое всю дорожку перекрыла нам своей длиной смотрите какой огромный оказался куст вообще мы приехали накрывать виноград мы в прошлые выходные укрыли его еловым лапником но еще сверху не закидывали листовым опадом как мы всегда это делаем на зиму а сегодня как раз этим и займемся потому что ну скоро обещают вроде похолодания снега пока не видать поэтому пусть он хотя бы как-то будет накрыт здесь у меня еще рукола растет я сейчас понемножечку соберу хоть сколько-нибудь сделаю салатик с помидорами у меня помидоры еще свои остались немного но еще есть будет салат помидоры с руколой и растительным маслом ну вот мы начали уже закидывать с листовым опадом я снимаю а муж что-то забрасывает все листвой мы достаточно плотный слой делаем закидываем но не так что прям тонну вот получается еловый лапник делает такой каркас через который вот это листва она же влажная она будет гнить немножечко под снегом она с виноградом не соприкасается и получается отличное укрытие и в наших условиях совершенно бесплатное вот так вот у нас уже получилось у нас тут ну достаточно большой на метров 8 получается вот эта грядка где 4 куста винограда и отлично все закрыли вообще мы полностью уже все подготовили в зимовке уже осталось тачку убрать мы ее в теплицу здесь вот рядышком сейчас завезем еще нам осталось теннисный стол занести на веранду тесси я моя дайка и гуляй мы сейчас на дачу приезжаем только вот ну после четырех часов дня чтобы заодно и тресси погуляла здесь побегала чтобы потом с ней не ходить не гулять уже занесли тачку в теплицу я вам сейчас покажу что у меня там в теплице все уже порядок навели полностью здесь в пакете земля подготовленная здесь тачка ну у нас здесь когда снег выпадет нам сюда ближе прокапывать чем до вот этих розовых теплиц которые на противоположной стороне а я хотела вам рассказать мы когда ставили здесь теплицы муж самых варил мы он не год где тебе а у меня здесь было как раз четыре грядки и я говорю ну вот ставь прямо вот где чтобы эти две грядки в одной теплице оказались две в другой и напрасно потому что вот это расстояние между двумя теплицами она получилась очень узкая и теперь зимой когда снег вот сходит с крыши в это в этот промежуток он набивается битком и нам приходится отсюда его выгребать иначе он поликарбонат поломает поэтому вот не повторяйте мои ошибки не ставьте теплицы настолько близко друг к другу ну а если обратите внимание мужа и теннисный стол убрали с дорожки поставили его на веранде до у нас веранда размером где-то четыре на пять метров большая я прям хотела именно такую большую но на самом деле не помешал бы еще сарай потому что всякую ну всячину лучше конечно сарая у нас все на веранде в доме все ящики какие-то ну всякое разно все вот такие необходимые вещи все на веранде а я кстати хотел спросить а что вы делаете в ноябре на своем дачном участке потому что я в одну как бы уже ничего и не делаю и ничего не хочу делать мы с мужем еще обрезали немножко деревья яблони что-то где-то подпилили и все больше не знаем что еще делать только отдыхать гулять там у меня топинамбур грядка я его как весной закопала поливала конечно иногда но видите он прямо и невысокий вырос я даже его не стала выкапывать но возможно на будущий год он вылезет и как-то может пересажу в другое место не знаю там посмотрим но я хотела показать на веранде как у меня незаметно стоит теннисный стол на веранде но один на другом стоит но в результате получается что но не так уж и много места он занимает в результате там еще место дофига слава богу веранда большая но сейчас когда уже на даче особо делать нечего я буду почаще показывать свою собаку алабайку трейси а то многие говорят вы давно не показывали ну вот вам трейси сидеть другу и другую другую дарю его молодец другую дарю вообще конечно сейчас на даче очень хорошо во первых очень тихо потому что никого не соседей нет особо но иногда появляются конечно но все равно не такая движуха тишина порядок красота ну и соответственно конечно раз никого нет ли все свои дела все закончили осенние то и по дороге на народу меньше и ходят и ездят и трассе гораздо спокойнее себя ведет друзья если вам нравится такой формат видео экскурсия по даче ставьте лайк пишите свои комментарии конечно же подписывайтесь на мой канал и спасибо всем кто досмотрел до конца